Открытый диалог. Порядка ста вопросов от жителей прозвучало на встрече Акима области ЖТСУ Бейбета и Сабаева с населением города Талдыкурган. Насыщенная беседа продолжалась более пяти часов и позволила решить часть обращений прямо на месте, а также наметить план дальнейшего развития областного центра. Зал Дворца культуры с трудом вместил всех желающих лично встретиться с главой области ЖТСУ. В формате открытого диалога собравшиеся обсуждали самые важные для талдыкурганцев вопросы. Это получение жилья и земельных участков, водоснабжение, дороги, благоустройство и газификация. Почти 90% жителей Талдыкургана имеют доступ к голубому топливу, рассказала Аким области, а до 2025 года будут газифицированы все населенные пункты. До конца ноября будет запущен газопровод в населенных пунктах Уитас, экспедиция и ЖС-3 отделение. А в апреле следующего года завершится строительство газопроводов в микро- район ЖАСТАР-2 до отопительного сезона в сентябре жилого массива Антыма. Во втором квартале следующего года начнется строительство газораспределительных сетей на участках, не вошедших в основной проект газификации города. Это 6-7 микрорайоны плодопитомник агропромышленных ЖАСТАР-1-1 села Мойна. На встрече было высказано немало претензий в адрес поставщика голубого топлива. Так жителя села Утина и возмутила непрозрачность начисления оплаты в квитанции, где нет никаких данных. Есть серьезные нарекания и к поставщикам по стоимости подключения и по срокам, которые порой затягиваются до 4 месяцев. Этот вопрос о Экимобласти поставил ребром. Народ действительно оправданно жалуется на стоимость подключения газа к дому. Глава государства дал конкретные поручения, чтобы не завышать, необоснованные завышения подключения газа не должно быть. Подключение к газу не должно превышать 170 тысяч тенге согласно сметным расчетам без стоимости котла и комплектующих. Ценерная область Гастрас Аймак в срочном порядке должен пересмотреть механизм и сроки предоставления своих услуг населению. Рассказал глава области и о мерах по снижению очереди на жилье. Этот вопрос один из самых задаваемых и на встрече с населением и при обращении в Экимат города. Сейчас в Алдыкургане в очереди состоит более 14 тысяч человек. В следующем году за счет бюджетных средств запланировано строительство 35 жилых домов на 1292 квартиры. Кроме того, за счет средств частных инвесторов будет построено 600 квартир для социально уязвимых слоев населения. Помимо строительства нового доступного жилья, Аким области поручил ряду ведомств навести порядок с ранее выданными квартирами. Внедрение единой электронной очереди стало большой проблемой для многих горожан. Из нее выбыло более 1700 жителей. Причина тому – бессистемность и махинации. Другой вопрос – законность выдачи жилья. Резонансная инвентаризация позволила выявить более тысячи квартир, полученных гражданами без соответствующих документов. Поэтому Акиму города и прокуратуре надо подробно разобраться по каждому случаю очень скрупулезно, справедливо, строго в рамках законности. Во-первых, кто получил квартиры незаконно, в его очереди по знакомству должны вернуть квартиры, если понадобится через суд. На особый контроль. Если госслужащие, бюджетники получили квартиры незаконные, они незамедлительно должны их вернуть в коммунальную собственность обратно. Я об этом предупредил. На сегодня добровольно возвращено 48 квартир. По 147 квартирам антикоррупционной службой ведется проверка. У микрофонов длинная очередь, несмотря на ожидания, высказаться смог каждый. В порой очень эмоциональных обращениях прозвучали и личные просьбы, и вопросы, касающиеся развития города. Водоснабжение в дачных массивах, запах от канализационно-очистных сооружений, субсидирование проездных для социально уязвимых слоев населения, ремонт и строительство дорог. Часть вопросов уже нашла решение. Я обратился с вопросом освещения по улице Казахстанской, дальше по поводу асфальта, поскольку два года там не было асфальта, вот поднял эту проблему Акиму области, включительно Акиму города. Они мне пояснили, сказали, до конца этого месяца, то есть дорога будет уже реабилитирована, а касательно освещения, сказали, будут рассматриваться два варианта в этом году и на следующий год. Аким области отвечал всем очень емко. Сыщенная встреча с Акимом области, я задала свои четыре вопроса по району Жастер-2, то есть наболевшие. Ну, конечно, их было больше, но Акимат уже полностью решил и получила на всех очень полноценные такие ответы, довольна встречей. У нас самый такой наболевший вопрос – это строительство школы, так как дети учатся в разных школах города. Нам было сказано, что в 2023 году в рамках «Комфортная школа» программа будет построена школа. Я обратился к Акиму областью с некоторыми вопросами по поводу финансовой поддержки афганцев и здравоохранения. Все вопросы были удовлетворены. Мы очень благодарны Акиму области. По выплатам, значит, мы ему предложили, у нас разовое пособие составляет 100 тысяч в год. Мы ему предложили, чтобы он нам увеличил пособие до 150 тысяч. В данной просьбе он нам не отказал. Огромное ему спасибо. Отдельное внимание людям с особыми потребностями. Сейчас в городе действует 7 инвотакси, а в их услугах нуждается 1200 человек. Бибит Сабаев поручил руководству города увеличить количество спецтранспорта в два раза. Особая боль областного центра – отсутствие инфраструктуры для людей с инвалидностью. Ее нет у половины социальных объектов, не говоря уже о частных организациях и торговых точках. Возле торговых домов Евразия и Шаган. Я вам просто скажу, для хозяина данных торговых домов сделать пандус, сделать входную группу, то бишь дверь, чтобы зайти, и туалет. Там в туалете, в торговых домах вот такая. Для хозяина торгового дома это вот так щелчком. Одного дня работы, просто по-человечески их попросить, чтобы они сделали этот доступ. Да, мораторий есть на проверку малого-среднего бизнеса. Многие торговые точки, они попадают под эти категории. Но я попросил по-хорошему, по-доброму, по-человечески сделать то, что надо, то, что положено для любого инклюзивного государства. Я надеюсь, наш разговор услышать хозяева этих торговых точек, базаров и других объектов. Наконец-то совесть, может быть, заиграет у них. Немало прозвучавших вопросов в главе края касалось безопасности на дорогах. Одни жители просили составить карту дислокации дорожных знаков, другие – установить камеры видеонаблюдения на городских дорогах. Эти вопросы взяты на особый контроль департамента полиции области. Камеры надо ставить. Я вот сам тоже, как руководитель, уже третий месяц здесь работаю, тоже удивлен. То, что вот здесь у нас нет камер Сергея, нет камер по дорожной безопасности. Вот эти камеры, наоборот, будут дисциплинировать водителей. На дорогах порядка нет, хотя дороги и хорошие, и светофоры есть. К сожалению, за 10 месяцев текущего года 151 дорожно-транспортное происшествие было только по городу Талкурган. К сожалению, 10 человек погибли, 272 получили ранения и увечья. Среди вот этих 151 дорожно-транспортное происшествие, 45 дорожно-транспортное происшествие – это с участием детей. К сожалению, три ребенка несовершеннолетних погибли. Со следующего года в Талкургане будут ежегодно выдавать земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, рассказала Кимобласти. Очередь должна быть прозрачной и выделить в 2023 году необходимо не менее 500 участков, поручил он. На особом контроле – качество и сроки строительства. По просьбам населения будут пересмотрены маршруты общественного транспорта и отремонтированы остановки. Подняли неравнодушные горожане и вопрос переименования центральной улицы и установки памятника великому мыслителю Абаю. От лица общественности обращаюсь к вам с двумя вопросами. Первое – это установка памятника Абаю на место бывшего монумента Назарбаеву, чтобы молодежь могла проводить там различные поэтические и духовные мероприятия. Тем более рядом располагается улица Абая. Второй вопрос касается переименования. Точнее, возвращение бывшего наименования улицы Тауэль-Сиздек. Это мнение большинства граждан. Если нужно, мы соберем подписи. В том случае, если большая часть населения города и области ЖИТСУ выступит за озвученные инициативы, то предложение будет рассмотрено и поддержано. Все в ваших руках. В ходе продолжительной встречи собравшиеся получили подробные ответы и от главы области, и от ответственных ведомств. Помимо диалога с населением, глава региона Бибит Сабаев провел личный прием граждан. Среди обращений самым задаваемым стал вопрос получения жилья. Вопросы помощи людям в трудной жизненной ситуации Аким поручил решить в самые кратчайшие сроки.